В 2024 году Роскосмос планирует запустить космический аппарат к спутнику Марса Фобосу. Главная цель проекта «Экспедиция М» или «Бумеранг» — доставить грунт с загадочного спутника Красной планеты. Этот проект уже пытались осуществить в 2011 году, однако при попытке выведения на переходную орбиту к Марсу произошла нештатная ситуация, и аппарат был потерян. В обновленном проекте «Фобос-Грунт» инженеры решили облегчить зонд и перенести часть приборов для изучения Красной планеты на аппарат «Экзомарс», который создается в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Старт «Экзомарса» планируется уже в следующем году. В дни празднования годовщины Победы в Москве на ВДНХ открылась выставка «Авиация и космонавтика». Перед павильоном «Космос» установили настоящую военную технику и гордость ракетных войск, мобильную установку «Тополь». Предполагается, что будет стоять ангара, пятая в центре Эллинга, 32-го павильона, будет вывешена станция «Мир», которая сегодня находится на Хрунчо. И так далее. Будет еще ряд крупных экспонатов, в том числе, например, Байкал. В открытии выставки участвовали глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и мэр Москвы Сергей Собянин. Отныне любой желающий сможет не только посетить бесплатную выставку, но и с помощью смартфонов считать QR-коды, чтобы детально увидеть на экране макеты экспонатов в разных проекциях. В Подмосковье в 17-й раз пройдет Всероссийский фестиваль любителей астрономии «Астрофест». Сотни участников привезут свои телескопы и оптические приборы. Программа фестиваля довольно обширна. Наблюдение Солнца и экскурсии по звездному небу. Доклады известных астрофизиков, а также мастер-классы для тех, кто хочет приобщиться к звездной науке. Американская частная компания SpaceX испытала систему аварийного спасения экипажа для будущей версии пилотируемого корабля Dragon. После отделения от разгонной ступени и выпуска парашютов капсула успешно приводнилась в акваторию Атлантического океана. Роскосмос открыл свою страницу на фотохостинге Flickr. Теперь снимки запусков ракет и фотографии Земли с борта орбитальной станции каждый желающий может скачать в высоком разрешении. Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический зонд к Марсу. Старт арабского аппарата под названием «Шейх-Заед» планируется на 2020 год. Трехкилометровое ядро кометы Чурюмова-Герасименко приближается к Солнцу. Недра кометы нагреваются, выбрасывая все больше пыли и газа. Снимок получен с помощью автоматического аппарата «Розетта», который вращается вокруг космической скалы. Фотография Солнца в День Победы была сделана астрономом-любителем из Подмосковья. На светиле видна активная область, откуда накануне произошла самая мощная вспышка класса Х-2. Знаменитая среди любителей астрономии галактика М-51 «Водоворот» взаимодействует с другой меньшей галактикой NGC 5195. Буквально разрывая ее, «Водоворот» — первая галактика, в которой обнаружена спиральная структура ее рукавов. Она удалена от нас на 31 миллион световых лет. В Роскосмосе наградили победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества. Ребята со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока, представили рисунки на космическую тематику. Самое главное, чтобы вы никогда не замыкались на том, что сейчас есть, а ваша фантазия всегда была отражена на вашем творчестве, в ваших рисунках, в ваших поделках и в ваших видениях, как космос должен дальше развиваться. Здесь и старты ракет, и освоение человеком других планет. Отдельная категория работ — воспоминания о Байконуре. Эти рисунки отражают историю космодрома, которому в этом году 60 лет. Мне вообще нравится рисовать космос, он такой необычный, завораживающий. Я считаю, что Королев является одной из самых таких ярких, ключевых фигур в развитии отечественной космонавтики. Ну, выдающаяся личность решил нарисовать. Роскосмос проводит конкурс детского творчества уже в седьмой раз. В этом году победителей награждали летчик-космонавт Роман Романенко и космонавт-испытатель Анна Кикина. Они вручили ребятам грамоты и эмблемы будущего экипажа МКС. 15 мая 1958 года в Советском Союзе на орбиту выведен третий искусственный спутник Земли — спутник-3 или объект-D. Впервые в истории освоения космического пространства аппарат был оснащен научными приборами для изучения атмосферы Земли, космических лучей и магнитных полей. Спутник пролетал почти год, собирая важную информацию для будущих полетов человека, измеряя уровень радиации на высотах от 200 до 2000 километров над Землей. Российские ученые обнаружили на внешней стороне МКС ДНК микроорганизмов. Ранее считалось, что космическая радиация и перепады температур убивают все живое. Эксперимент российских микробиологов опроверг этот факт. Оказалось, космические бактерии напоминают те, что в земных условиях живут в горячих источниках и вулканической лаве. Теперь надо понять, как микробы оказались на внешней стороне орбитальной станции. Считается, что атмосферы выше 100 километров уже как таковой и нет. А тут их заносят на высоту 400 километров. Раньше об этом даже и предположить не могли. Понимаете? Не могли абсолютно. Что там могут быть вот такие вот моменты. Поэтому, конечно, это очень интересные такие научные исследования, которые близки, по сути дела, к открытиям, фундаментальным открытиям. О космических экспериментах российских ученых смотрите в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова